доброго дня всем моим друзьям снова я на мастерской несколько слов меня спрашивали по блюдцам расскажу вот этот сухой дуб вот из этой доски сколько тут 13 15 миллиметров гораздо легче обрабатывать чем примерно из такой же толщины черешню она очень твердая очень горит даже на малых оборотов и не столько сложно после этого шара вот эту выбирал я шаром показывал вот следы остались не столько выбрать сложно шаром как потом убрать эти следы и и довести толщину довести до ума чтобы она была легкая и в то же время прочная и мягкая на ощупь вот как это главное вышлифовка черешню шлифовать да еще тот труд главное тут вот всяческие насадки попасть вот эти углы выбрать вот эти вот где задиры от шара в этом помогают всяческие насадочки вот такие вот с разным зерном и в итоге но редко этим пользуюсь на дремель либо на прямую малую шлифмашину дремель тот же по-другому и вот такие уже такие вот насадочки разного диаметра на них вот эти вот шлифовальные кружки маленькие надеваются но ими они не прочно прочно сидят но быстро выходят из строя если неправильно попадать в пазы вот в этим всячески они обдираются быстро и хорошую помощь оказывает зубные борой вот они зеленая полоска я не знаю по цветам там это надо в интернете смотреть это с бордовой полоской это мне спасибо моему врачу зубному хороший человек он мне подарил эти бор и ими очень хорошо вот эти все выбирать закругление потому что сюда ничем не подлезть по-другому и дуб вышлифовал осталось покрыть черноты нету листочек дубовый из дуба вот и сейчас занимаюсь параллельно утепление мастерской и когда надо менять нагрузку на мышцы тут уже более-менее с этой стороны здесь бортик сделать по толщине она будет вот легкая ну шлифовка главная шлифовка на очереди у меня хочу что-то попробовать все-таки из облепихи я нашел сук когда спиливал дерево попробовать что-то сделать посмотреть его структуру внутри вот коротко облюдца всем добра